В этом контексте про ваши отношения к фигуре Сталина, наверное, можно вопрос не задавать. Я всегда за объективность. Мы ни в коем случае не должны забывать эти страшные, абсолютно ненужные репрессии. Вы знаете, я когда работал в Монголии в годы перестройки, вся перестройка прошла, я в Монголии в геологии работал, как тогда говорили, курица не птица, Монголия не за границей, но тем не менее за границей. Я там выписывал все, без исключения, журналы и газеты Советского Союза. Реально все. Они приходили с опозданием, но все какие-то только журналы были, потому что там это, во-первых, было очень дешево, во-вторых, очень была тяга великая, чувствовать, что там вообще происходит. И тогда несколько лет издавался журнал «Известия ЦК КПСС». Этот журнал, по-моему, то ли 4, то ли 5 лет издавался, потом прекратил свое существование в 1991 году как раз. И начиная с какого-то журнала, там стали печатать мартиролог. Это вот прямо списки расстрелянных людей. И там фамилия, имя, отчество, год рождения и должность, ну или как бы кто-то на момент расстрела. И вот есть этот миф о том, что Сталин боролся, значит, внутри своего там аппарата, убирал делегатов, значит, съезда победителей и так далее. Значит, я помню, какой ужас меня охватывал, когда я читал эти списки. Там десятки страниц, вот эти фамилии. И вот просто где колхозник, 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 рабочий, рабочий, рабочий в дороге, колхозник, колхозник, там бухгалтер, колхозник, колхозник, рабочий, 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 там заместитель, там помощника, там какой-то управы, там села, там. То есть просто массовые репрессии людей в самом низу. В ней не попались, по крайней мере, никаких маршалов, это все было, это мы тоже помним. Это с одной стороны. С другой стороны, как нежестоко была проведена коллективизация, и, на мой взгляд, не нужно было это делать, и также индустриализация, если бы этого не было, история и конец Второй мировой войны, возможно, был бы иным. Советский Союз был готов. Про, опять же, ошибку Сталина, начало войны не верил и пропустил. Он же ждал, что его буквально чуть ли не арестуют за то, что он верил, что Гитлер не упадет, а он напал. Но потом, эти 10 сталинских ударов, понятно, войну выиграл наш советский народ. Огромным героизмом, огромным трудом, но Сталин здесь тоже свою роль сыграл. Поэтому и черное, и белое. Главное, ничего не забывать и не делать ни видающегося строителя коммунизма, и делать вид, что, как некоторые тут говорят, да всего-то там 837 тысяч было расстреляно. Ну вот, если вот всего-то, значит, да, тогда вот здесь, на этом дискуссия должна быть закрыта. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...